друзья всем привет продолжаю нашу рубрику вопрос-ответ хочется ответить на несколько ваших вопросов то есть выбрали самые скажем так популярные вопросы и сейчас хочу на них ответить также хочу сказать что вы можете писать свои вопросы под видео они все будут обязательно замечены обязательно все будем отвечать я так понимаю что вопрос звучит о том что транспортной компании вы будете заказывать смотрите значит перед отправкой в нашей компании техника проверяется на целостность то есть открывается коробка и люди смотрят глазами что плод полностью пластик целый то есть все должным образом уложенные запчасти то есть все надлежащие вещи они там находятся в коробке это первый момент второй сейчас у всех транспортных компаний с которыми мы работаем перед отправкой есть функция фото отправления то есть когда наш водитель привозит на транспортную компанию коробку с техникой но конкретно с квадроциклом то сама транспортная компания на весах вот уже в месте приемки товара фотографирует целостность коробки что она не битая не мятая не в следах от ботинок то есть что на ней ничего такого нет то есть в любом случае мы отправляем целый квадроцикл транспортная компания принимает целый квадроцикл дальше за время пути да мы уже не можем проконтролировать этот процесс там может случиться с ним что-либо но опять таки же когда он приходит к вам вы нам можете сообщить сразу же по факту открыли коробку что вот у вас имеется некий там дефект да мы очень лояльны к своим покупателям к своим клиентам и всегда в индивидуальном порядке мы решаем эти вопросы то есть нерешенных вопросов нет стараемся закрыть все вопросы то есть никого не бросаем скажем так в беде если что-то сломалось там в процессе перевозки поэтому вот к вопросу целостности говорю вам так что отправляем целый на транспортной компании еще раз фотографии делается что целый они у нас есть в базе потому что мы с ними работами нам отправляют и дальше если что-то случилось то мы вам поможем вопрос немножко разброс на сумбурный да там доставка отправками не кроссы то есть сейчас вот про мини кросс можно ли покупать детали тюнинга нами не кросс детали тюнинга можно покупать на любую технику на нашу единственное что эти детали должны быть сертифицированы они должны быть не во вред то есть грубо говоря покупаете какой-то там например фильтр нулевого сопротивления смотрите чтобы он был сертифицирован чтобы он не пропускал двигатель грязь песок пыль и все остальное то есть чтобы этот тюнинг ваш был не во вред потому что конечно если у вас в двигатель попадет песок это будет не гарантийный случай потому что вы должны обслуживать все-таки свою технику надлежащим образом поэтому я вот так на простом примере фильтра вам объяснил тюнинг можно но смотрите сами что ставите на свою технику это в первую очередь ваш квадроцикл ваш мини кросс на мотоцикл поэтому относитесь к этому избирательно смотрите отключить сигнализацию можно для этого в принципе можно вытащить разъем от блока сигнализации но вас не будет работать пульт родительского контроля на данный момент все квадроциклы мотоц у нас были замечания от наших клиентов что быстро садится аккумулятор мы эти замечания передали на завод конструкторы их рассмотрели изменили схему электрическую схему питания потребления сигнализации на данный момент проблем с просадом аккумулятора на этих квадроциклах нет но они в принципе такие же как на других квадроциклах например там то есть нет такого что за день за два садится аккумулятор этот аккумулятор садится там банально там за три недели за четыре но как на любой технике на всей поэтому такой глобальной проблемы нет если вам не нужно чтобы вообще работала сигнализация вы можете вытащить фишку из разъема сигнализации это черная коробочка на четырехтактных квадроциклах она закреплена спереди под пластиком и в принципе она у вас работать не будет но также не будет работать пульт родительского контроля сразу говорю вот так она легко отключается в принципе можно не снять вопрос простой очень хоть и популярный но вопрос простой менять их на те же самые лампочки продаются они во всех магазинах где продаются запчасти на квадроциклы скутеры питбайки и на все остальное это стандартные типовые лампочки ничем не уникальные они просто именно мотоциклетные то есть у них своя форма юбки у цоколя либо уже можете поменять их на какие-то более производительные диоды или еще на что-то на четырехтактной технике motox генератор мощностью 80 ватт так что можно в принципе пару лампочек по 30 ватт поставить будет и ярко и хорошо а так можно менять на стандарт без проблем вот этому человек который написал этот вопрос да или те люди которые пишут этот вопрос хотелось бы уточнить на каких конкретно квадроциклов потому что у компании motox очень широкая линейка квадроциклов то есть начиная с детских на самый минимальный возраст заканчивая подростковыми поэтому хотелось бы поточнее но скажу так на всех квадроциклах motox карбюратор из завода отрегулированы то есть они не требуют никакого вмешательства единственно что вы можете подрегулировать это холостой ход потому что квадроцикл на момент обкатки то есть но после момента обкатки у квадроцикла может возрасти в холостой ход и после этого вам можно вам его придется немножко убавить а так другие настройки карбюратора трогать не надо они все настроены если кого-то интересует конкретно какой-то карбюратор как отрегулировать напишите пожалуйста модель и индивидуально проконсультируем ну конкретно на ваш комментарий ответим как отрегулировать на конкретной технике карбюратор для того чтобы осуществить покупку на нашем сайте если у вас какие-то затруднения то внизу в описаниях под видео будут ссылки и номера телефонов вы можете легко набрать по нашему номеру телефона также у нас есть номер телефона бесплатный который по всей россии и поэтому номер телефона вас проконсультирует прям в режиме онлайн если вы позвоните в рабочее время то вам ответит специалист и вы за своим компьютером сделаете все необходимые манипуляции он вам все подскажет и проведет поэтому тут как бы сейчас объяснять на пальцах как это сделать не буду можете набрать и вам все расскажут и покажут в этом нет никаких проблем это вопрос хороший потому что да не всегда возраст рост до стандарты какие-то входит у нас вся линейка квадроциклов расписано ориентирована на возраст но бывают дети повыше бывают дети пониже значит при выборе квадроцикла прошу родителей внимание обратить на то чтобы ребенок сидя на сиденье доставал ногами до подножек если мы выбираем детский квадроцикл потому что ноги стоящие на подножках это его точка опоры если он не будет доставать ногами а только доставать до руля у него не будет нижней точки опору он будет с него сваливаться то есть это все элементарные вещи поэтому если в чем-то сомневаетесь лучше лишний раз нам наберите мы вам пришлем фото видео проконсультируем вас по телефону если вы выбираете подростковый квадроцикл если у вас нет возможности заехать в шоу-рум к нашим дилерам у нас очень большая дилерская сеть по всей россии в принципе во всех крупных городах вы можете приехать посмотреть посидеть на технику модекс поэтому если такой возможности нет лучше наберите мы вас проконсультируем индивидуально потому что у нас очень большой опыт в езде на этих квадроциклах сами на них ездим постоянно и все что можем как говорится подскажем единственное что до обратите внимание ребенок должен сидеть на сиденье ноги должны опираться на подножке это обязательно также ну руки должны дотягиваться за руля понятное дело смотрите подросток покупка квадроцикла нашей компании в рассрочку в кредит возможно для этого вам нужно на нашем сайте перейти в карточку товара и в карточке товара там будет указана ссылка на нашего партнера сотрудника банка с которым вы можете соответственно связаться и уже оформить необходимые документы и на основании этого вам предоставят рассрочку кредит а мы вам свою очередь уже отправим ваш квадроцикл вашу технику отправим и доставим до места поэтому если вы хотите воспользоваться банковскими услугами то вам нужно сделать именно так пройти на наш сайт на нашем сайте зайти в карточку товара из карточки товара уже обратиться к партнерам там указаны их данные контактные можно с ними связаться проконсультироваться на данный момент мод экипировка на складе компании motox значит из мод экипировки имеются шлема это детские шлема для начального уровня проверенных поставщиков соответственно но недорогие это бюджет на линейка шлемов там в пределах трех с половиной тысяч рублей у нас есть очень много детских размеров то есть эти шлема в наличии но опять-таки же при заказе шлема дистанционно скажем так по почте в другой город вам нужно будет конечно померить голову ребенка и где-то с размерами уже связаться это подбирается индивидуально чтобы вам показали также линейку шлемов у них разные расцветки разные рисунки это тоже вам индивидуально можем соответственно отправить вы посмотрите если вас устроит то тоже заказать еще из мод экипировки что на данный момент у нас имеется на данный момент из мод действительно у нас есть джерси нашей компании то есть логотипом нашей компании это джерси motox в котором ездит наша спортивная команда в которых есть наша спортивная команда это Вы такие достаточно, ну, это высококачественные джерси с интересным дизайном. Если у вас есть желание заказать их, также можете с нами связаться и вышлите нам ваши размеры, мы вам индивидуально сделаем это джерси. Джерси у нас на данный момент именные, то есть мы их изготавливаем под конкретного человека, под его рост, то есть длину рук, и она будет обязательно с его именем, этого человека. Поэтому на данный момент у нас есть шлема и джерси, можете обращаться, можем вам, соответственно, их порекомендовать. Дело в том, что, как я уже говорил, у нас огромная линейка квадроциклов, и, соответственно, за 25 тысяч рублей вы получаете квадроцикл начального уровня для приобретения первых навыков езды, то есть это квадроцикл конкретно детский. За 65 тысяч вы можете уже приобрести квадроцикл подростковый. Чтобы вам не объяснять сейчас на пальцах отличие детских и подростковых квадроциклов, разницу моторов, вы просто посмотрите на нашем сайте характеристики, и вы поймете, что каждый квадроцикл с возрастанием стоимости, у него возрастает количество опций, и количество, соответственно, ну, дополнительно у него возрастают параметры его. То есть он выше мощностью, например, там, то есть у него больше размером колеса, поэтому обо всем об этом вы можете посмотреть на нашем сайте. Там все подробно расписано, в карточке каждого товара есть технические характеристики. Мы не скрываем, наши квадроциклы – это квадроциклы китайского производства, но можем вас заверить, чтобы вы не сомневались, это проверенные заводы, проверенные заводы, с которыми у нас многолетнее сотрудничество, и как бы в качестве нашего товара мы не сомневаемся. Поэтому сейчас очень много товаров производится в Китае, и это не обозначает о том, что они, скажем так, низкого качества. Мы постоянно контролируем качество нашей техники, постоянно вносим улучшения и изменения, так как мы сами эксплуатируем нашу технику. У нас есть спортивная команда, которая участвует в соревнованиях разного масштаба, вплоть до чемпионата России, она участвует на квадроциклах Мотокс. Поэтому мы берем изо всех источников информацию и стараемся улучшить каждый узел, насколько это возможно. Поэтому, если вы нам будете писать какие-то отзывы по технике, то давайте улучшайте вместе с нами, мы только за. Поэтому ждем от вас отзывов и будем контролировать этот процесс вместе. Я так понимаю, что вопрос адресован к двухтактным квадроциклам. Смотрите, в чем суть. Чтобы не было большой дымности, нужно, во-первых, четко, очень четко соблюдать пропорцию добавления масла в бензин. То есть пропорция масла в бензин составляет 40 грамм на литр. В принципе, к каждому квадроциклу двухтактному в комплекте идет мерная канистра, небольшая, где четко написано, сколько наливать масла, сколько наливать бензина. Как правило, излишки масла появляются и большая дымность только по причине того, что разбавление масла у людей, то есть смешивание масла с бензином идет, скажем так, на глаз. То есть когда люди льют примерно столько, то оно так вот и получается, что чуть-чуть получается больше масла добавляете, излишки уже начинают вытекать из трубы. Также еще существуют сейчас на рынке масла, на которых написано антидым. То есть это масло для бензопил, для коз. Можете залить себе такое масло. То есть таким маслом размешивать бензин. Это никак не запрещается. Масло антидым, то есть оно с более меньшим, ну с меньшим выделением дыма. Можно их использовать, если вам сильно мешает дым. Но если вы будете все грамотно размешивать и масло специально для двухтактных двигателей, то оно в принципе все несет в себе такие присадки и дымить не должно ничего. Ну только на первоначальном запуске там будет небольшой дым, потом уже в процессе езды он должен уходить. Отличия от конкурентов вы можете посмотреть в технических характеристиках. Вопрос, почему стоят дороже. Все квадроциклы нашей компании имеют рыночную стоимость. И эта рыночная стоимость постоянно мониторится. И я могу вам сказать, что при равных комплектациях, при равных условиях, при равных комплектующих самого квадроцикла и его характеристиках, наши цены нисколько не дороже, а наоборот меньше. Мы стараемся держать такую политику, что техника наша по доступной цене. Поэтому если вы где-то увидели и наш квадроцикл оказался дороже, то обратите внимание, скорее всего его комплектация превосходит ту комплектацию, с которой вы его сравниваете. Потому что мы ручаемся за то, что у нас цена не выше конкурентов, а даже стараемся ставить ее ниже. То есть постоянно мы мониторим рынок и политика у нас, как я уже говорил, это доступная техника по доступной цене. Хороший вопрос. Значит, могу вам сказать, это можно узнать напрямую на сайте. Наш сайт, на нем очень четко мониторится количество квадроциклов и их наличие, и цвета. То есть если вы заходите, и у нас на сайте написано «Нет в наличии», значит его реально нет в наличии. Если у нас на сайте написано «Есть в наличии», значит он есть в наличии в необходимом количестве. Вы можете звонить, заказывать и покупать эту модель. Модель – это информация стопроцентная, с сайтом работа ведется каждодневно и ежечасно. То есть вся информация со склада, она сразу же поступает на сайт, и если модель какая-то закончилась, то ее снимают. Ну а также вы, конечно, можете позвонить нам по телефону и проконсультироваться. Есть ли конкретная моделька, там вас уже проконсультируют по всем интересующим вопросам, по доставке, по всему остальному. Поэтому сайт соответствует реальности, скажем так. Двигатели для велосипедов заказаны, и придут они, к сожалению, только к следующему сезону. То есть мы ожидаем поставки в следующем году. Это будет большая поставка, но в следующем году. Поэтому с двигателями вот такой вот ответ на этот ваш вопрос. Вопросы возникают у людей на тему новой модели. Новая модель квадроцикла Motox – это GECON. Эта моделька, она стоит наряду с детскими квадроциклами, как альтернатива двухтактному квадроциклу, полюбившемуся всем, Motox X16. GECON – это четырехтактная версия с более тихим глушителем. Это уже четырехтактный двигатель, не надо размешивать масло с бензином. В принципе, мы этот квадроцикл протестировали. У нас на этих квадроциклах поездили дети разного возраста, начиная от трех лет, заканчивая десятью годами. Всем ребятам этот квадроцикл понравился. Я лично ехал на этом квадроцикле, меня везла моя трехлетняя дочь. Вполне этот квадроцикл тянет очень хорошо. Скажем так, модель очень интересная. Они у нас будут в трех вариантах. Это будет бензиновая версия с двигателем 70 кубических сантиметров. У бензиновой версии, сразу скажу, у нее нет заднего хода, но при его маленьком весе это не играет какую-то решающую роль. Потому что его легко развернуть на месте. То есть ребенок 5-6 лет, он его разворачивает без всяких проблем. Значит, это бензиновая версия. Также будут две электрические версии. Две электрические версии, они будут очень интересны тем, что это будут версии 1300 и 1500 ватт. Скажем так, на версии 1300 и на версии 1500 я проехал сам. Это очень динамичные аппараты. Но, как всегда и как на любой технике Мотокс, у них есть ограничения по скорости, по тяге и по всем параметрам. То есть там трехступенчатые ограничения на этих квадроциклах. Поэтому вы можете индивидуально отрегулировать под своего ребенка, под его возможности, под его способности, и потом, соответственно, прибавлять потихонечку по мере роста его навыков. Поэтому по стоимости новых квадроциклов не сориентирую. Стоимость будет в пределах 50 тысяч рублей за эти квадроциклы. Но они того стоят. Это новые дизайны, это хороший мягкий пластик, это уже гидравлические тормоза мягкие, это все тот же пульт родительского контроля, это дизайн, соответственно, заднего фонаря, диодный стоп-сигнал. То есть, в принципе, это качественно, скажем так, очень интересный аппарат. Вопросы на данный момент самые основные у нас закончились. Если у вас возникают еще вопросы, то вы можете писать их конкретно под тем видео, которое вы смотрите. Возник вопрос, напишите, мы обязательно ответим. Как я и говорил ранее, все вопросы у нас на нашем контроле, мы не оставляем их без внимания. Поэтому, если вы что-то пишете, мы вам обязательно ответим. Также вся интересующая информация по нашим группам ВКонтакте, по нашим Инстаграмам, по нашему сайту, соответственно, по всем нашим медийным источникам, она будет по ссылочке в описании под этим видео. Вы можете туда пройти и все посмотреть. Пишите нам ваши вопросы, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!